Велотренажёр, беговая дорожка, эллипс. Три кардиотренажёра. Какой выбрать? Этот вопрос волнует и Вячеслава Корякина. Он ведёт малоподвижный образ жизни. Работает дома, сидя за компьютером. Я понял, что нужно поддерживать мышцы в тонности и форме, и решил приобрести кардиотренажёр. А какой покупать, даже без понятия. Велотренажёры бывают двух видов. Вертикальные и горизонтальные. Вторые больше подходят для полных людей, которым будет удобнее сидеть, вытянув ноги вперёд. Место они занимают менее одного квадратного метра. Конечно же, здесь идёт дополнительная нагрузка на ноги. Она более усиленная, потому что работает максимально квадрицеп, задняя поверхность бедра, также икроножная за счёт движения стопы прорабатывается. Здесь, если есть различные травмы коленных суставов, то уже есть ограниченность, то есть именно ограничение по этому тренажёру. Механическая беговая дорожка – вариант для самых экономных. Электричество она не потребляет вообще. В собранном виде занимает несколько десятков сантиметров площади. Около полутора нужно электрическим версиям. На беговой дорожке противопоказаний практически нет. Самая последняя модель, да, вот, 2013 года, беговая дорожка представлена, есть техническая возможность выхода в интернет. Также есть возможность подключения телефона и заниматься персонально. То есть, если я устанавливаю свой телефон, посредние технологии позволяют компьютеру распознать меня, так как это мой собственный телефон, он мне скажет «Здравствуйте, Сергей». И сегодня вы закончили такую-то тренировку, сегодня вам рекомендуем заниматься вот по такой-то системе. Эллиптические тренажёры дома будет использовать сложно. Они требуют около двух квадратов. Максимально функционален. Можно держаться как жёстко за рукоятки, да, и работать чисто только ногами. Движение идёт в одной плоскости. Также можно взяться за подвижную рукоять и работать дополнительно. Нагрузку давать на мышцы спины, если мы будем тянуть на себя. Также можно дополнительно давать нагрузку на мышцы грудные. Велотренажёры стоят от 5000 рублей до 28. Беговые дорожки от 9 до 120 и выше. Эллипсоиды от 11 до 40. Электроэнергии они потребляют все приблизительно одинаково – от 1500 до 3000 кВт в час. Но этими тремя основными видами кардиотренажёров выбор в магазинах далеко не ограничивается. Это мини-велотренажёр. Ну, такая уменьшённая версия. Можно, допустим, сидеть удобно в кресле и, тем не менее, заниматься на велотренажёре. Грибли вообще являются по своей сути универсальными тренажёрами. То есть они прорабатывают все группы мышц. Это мини-степперы, мини-степперы обычные и мини-степперы балансирующие. Эффект шагания по лестнице. Важный совет от тренеров – прийти в зал и испытать всё на себе. Субъективный фактор необходимо учитывать. Помня о противопоказаниях, тренажёр нужно выбирать тот, к которому лежит душа. Вот и наш герой Вячеслав определился – приобрёл велотренажёр. Данный тренажёр места занимает мало, крайне удобный. Я считаю, сделал правильный выбор. Теперь Вячеславу, работая на дому, не помешает вести подвижный образ жизни. Тренажёр у вас в квартире – прекрасная возможность заниматься фитнесом так часто, как вы пожелаете. Главное – прислушаться к себе и понять, какой спортивный снаряд нужен именно вам.